понедельник друзья пора вставать пора вставать понедельник он день тяжелый даже когда ты так сказать не работаешь по найму самозанятый даже в такие дни понедельник это что-то это очень тяжелый день надо сейчас подготовиться встаем завтракаем и погнали ванны нет лет и 7 секунд летел еще не соображает голова с утра еще не проснулся и так понедельник утром на завтрак у меня рисовая каша молочная чай орехи шоколад и апельсиновые шкурки остались от вчера короче пока поел пока утренний туалет пока собрался я уже опаздывают только что пока подходил трамвай уже уехал аж практически до следующей остановки соответственно нет смысла стоять ждать на этой остановке потому что он здесь появится только минут через 15 проще пройти дойти до следующей остановки куда приезжают трамваи сразу еще с двух сторон то есть шанс поймать трамвай сейчас гораздо больше пройдя на следующую остановку благо здесь недалеко буквально пару домов на улице у нас градусов 7 идет снег такая вот погодка но я говорю я уже опаздываю надо сорочняк бегом бегом сейчас пока трамвайчик но трава едем на рынок на рынке забираю груз и езду на базу дальше чё дальше у меня надо будет съездить в транспортную компанию это еще вторая точка получается с транспортной компании также на будет забрать груз опять же отвести на базу и сделать две отправки две отправки по автозвуку то что заказывал сегодня пришло соответственно надо посылки расформировать связаться с людьми сформировать это каждому и отправить о мой трамвай восьмерка а фью момента лейтэ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче дождаться машину осталось И грузимся и выкатываем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче больше чем обычно Вообще обнаглели Короче на все цены поднимают На все дерут Сейчас мы колесо подкачаем И выкатим И сразу Новогоднее настроение Пахнет Мандаринкой Ммм Обалденно Обалденно! Мурмити это что-то типа, ну не дневник хача, лучше! Это что-то типа будни самозанятого человека. Отправился теперь во вторую транспортную компанию. Собственно здесь можно пройтись пешком, заодно небольшая прогулка. Да, небольшая промашка. Я забыл запустить шагомер. Сейчас что-то несколько дней запускаю, интересно сколько я прохожу как бы за день. Сейчас собственно мы это исправим. Ох, видно не видно. Запустим. Бах, вчера, подожди, вчера до ноль было. Так, пауза, все он запущен. Сегодня он будет считать. Короче вот вчера, а суббота, сегодня понедельник, воскресенье я вообще ничего не ходил. В субботу 7000 шагов. В пятницу 11790. Вот в пятницу конкретно, прям конкретно походил. Короче сюда это запустили. Сейчас прогулка до транспортной. И дальше работать. Это будни. Направляюсь через парк. Я уже практически добрался до транспортной. Вот она просто прямая через парк. Конечно там придется обойти скейт-парк. Сейчас посмотрим сколько я потратил шагов, затратил до транспортной компании. Сейчас обновиться. Итого 2019-2020 шагов. Что-то он так быстро считает. Ну хотя в принципе нет. Практически в шаг. 2000 шагов до транспортной. Ну я еще не дошел. Но уже близко. Они реально за выходные собрали горку. То есть я в пятницу, в пятницу ходил в транспорте. И они только строили горку. Понедельник, все, смотри. Офигеть, готово. Небольшой вопрос. Когда заливать следует эту горку. На выходных открыли каток на центральной площади. Я не знаю какой мог быть каток. У нас температура стояла практически плюсовая. У нас все таяло. Все. Ну какой каток может быть? Соответственно горку также необходимо заливать, когда уже не будет никакого потепления. Потому что при небольшом потеплении горка начнет подтаивать. Все это начнет постепенно сползать. Ночью подмерзать. И у вас не будет гладкая горка. Я не думаю, что кто-то ее будет потом фрезеровать, чтобы она была идеально гладкой. Соответственно, если она раз подтает, ну это будет уже так все. Горка на самом деле. Она будет уже очень кривая. Но видно, да, еще не достроено. Там съезда нету. Ну так, блин, вообще шикарно. В принципе, мне кажется, как в прошлом году. Не выше, не выше, нет. Подъем по-другому был. Подъем был вроде бы так и так. И так, а может нет. Может я ошибаюсь. Возможно, по прошлогоднему собрали. Вот груз продольный, тройка. Сразу понимаешь, куда его ставить. Продольный, троечка. Это отсюда. И, собственно, вот она. Парк, парк, это чей парк? Гагарина, что ли? Короче, вон там джет, крафт, кафе Натали, горка. Сначала кафе Натали, нажрался, пришел кататься. 20 минут позже. Ух. Короче, во второй транспортной уже просто снимать было некогда. В понедельник там просто нереальный ажиотаж. Всегда, когда ты приезжаешь в транспортную в понедельник, вот после выходных, до обеда, вообще там делать нечего. Забудьте туда ехать. Невозможно. Пока очередь для того, чтобы оплатить. Пока очередь, чтобы забрать. Мне уже такси там звонит, уже приехал, уже ждет. Я пока еще груз даже получить не могу. Пока все забрал, там такой просто нереальный ажиотаж. Сейчас быстро все переформируем. Кто что заказывал, сформировываем в другие посылки и отправляем. До нового года каждый свои заказы получит. Шагомер продолжает отсчитывать шаги. Я снова в пути. Понедельник, день такой весь насыщенный. Снова в транспортную компанию. Уже отправлять. И время сейчас уже начало первого. Соответственно, мне надо сейчас быстро добраться до транспортной компании. Как быстро? Пешком в самый раз. Отправить, чтобы не нарваться на обед. Дальше. Вернуться домой. Пока будет время обеда, я смогу так же перепустить, как все нормальные люди. Вот такие вот будни самозанятого, когда ты постоянно куда-то бежишь, что-то делаешь. Потому что ты самозанятый. И ты сам за всех все делаешь, короче. Обрабатываешь заказы, договариваешься, отправляешь, встречаешь. Вот этот вот весь движняк, он полностью на тебе. Уже вот ближе к обеду снег перестал идти и заметно похолодало. Сейчас, наверное, градусов 13. Уже прям руки замерзают. Уже прохладней стало. С утра было теплее. И снегок шел. Поэтому работаем, работаем. Сейчас идем. Удивительные будни самозанятого. Кажется, мы сегодня здесь уже были. Да, мы здесь уже были. И благо такое приходится делать не каждый день. Иначе бы эту работу я так же бы забросил. Она мне бы так же быстро надоела. Я работал в нескольких местах по разным специальностям. И все они мне быстро надоедали по той причине, что я не люблю выполнять однотипные действия. Как пример, ну большинство людей, которые работают по найму, их просто устраивает. Вот ты пришел на работу, встал у станка, нажал кнопку, станок выполнил действие. Ты кнопку отпустил, станок выполнил действие. И так 40 лет. Их это вполне устраивает. Их устраивает эта стабильность. Их устраивает вот эта вот монотонность. Меня это вообще крайне не устраивает. Меня это просто выбешивает. Я работал, когда на Кэмми, выполняя одну и ту же функцию, одно и то же действие. Меня максимум хватило на полгода, я просто уже потом блевал от этой работы. И я пришел к такому выводу, что мне все-таки по душе именно работа самозанятого человека, когда ты сам за все отвечаешь. Да, это сложно, но в этом есть свои плюшки, свои минусы, конечно, также есть. Собственно, это огромное разнообразие тебе дарит, то, что тут и отправка, работа с клиентами, как это договориться. Но на примере того, что люди, когда работают у станка, они никогда не заморачиваются по тому, как, к примеру, достать... Ну так, наверное, лучше... Нет, тут останется, ладно. Как, допустим, сначала достать металл, как его привезти, как найти клиента, как с ним договориться, как выполнить чертеж, потом изготовить вот эту самую заготовку, потом вот именно работа на станке, потом еще какой-то подготовительный процесс и потом упаковка, отправка до клиента. Они вот эти все нюансы, вот эти вот все следующие этапы, они просто не хотят познавать, но им это неинтересно. Это выбор каждого человека, работать самостоятельно или просто выполнять, быть шестеренкой в каком-то механизме и стоять, выполнять свою работу. В этом нет ничего такого, это выборов, судя на каждого человека. Это нормально. Я выбрал свой путь, мне нравится то, чем я занимаюсь. Да, конечно, конечно, я порой психую на то, что мне не хватает времени на мои съемки, не вот на такие лайфстайлы, да, а именно когда идет постановочная съемка, когда необходимо подготовить сценарий, подготовиться к съемкам, ехать на локацию, отснять, когда мне не хватает постоянно времени на монтаж, когда мне, если забудешь выключить телефон, когда ты снимаешь, мне постоянно долбят звонками. Вот оно вот все сильно напрягает, но, тем не менее, как-то с этим приходится мириться. И, собственно, из всего этого и получается то, что видосы выходят не так часто, как хотелось бы, и канал не настолько развит, как хотелось бы, потому что, ну, просто на все это времени катастрофически не хватает. Но это мой выбор. Посылочка транспортная. Сейчас отправим домой пообедать. И сегодня, наверное, еще одна отправка. День отправок, короче, сегодня. Сейчас пока груз сдавал, я так прикинул и понял то, что при работе по найму уделять время на видео, ну, это практически нереально, потому что ты работаешь и... Ну, нету на это, на самом деле, нету на самом деле на это времени. Есть суббота, воскресенье выходной, который у тебя будет посвящен чему-то другому. Когда ты работаешь по восьмеркам, ты приходишь домой вечером, ты просто умотанный в хлам, тебе ничего не охота, там, пока поешь туда-сюда, время вечера, можно, конечно, как-то где-то совмещать, но все равно не то. Потому что, на самом деле, когда сейчас самозанятый, ты можешь в течение дня, я нахожу время, когда могу, собственно, позаниматься там, написать сценарий, подумать, о чем снимать, что-то дожать, снять я могу. Кроме того, там, подготовиться к съемкам, я могу помонтировать. То есть, есть на это время в течение просто дня. Это вполне позволяет мне не только работать, но еще и совмещать, собственно, все это дело со съемками. А когда ты работаешь просто по найму, там, извини, там ты полностью отдаешься работе, и когда у тебя есть уже минутка свободная, там зачастую, ну, это, наверное, уже человеческий фактор, просто если человек более ленивый, он не захочет... Он не захочет снимать, он просто будет отдыхать. Сейчас, надо перейти дорогу. Там менты едут. Ладно, пошли дальше. Поэтому выбор, собственно, за вами. Если вы хотите поснимать видео, наверное, только самозанятым. При работе по найму это будет сделать очень тяжело, очень. Ну, возможно, если у вас... Вы какой-то офисный работник, и что у вас есть среди дня много времени, и вы не устаете совсем на работе, возможно, у вас это получится. А я, представляя себя в этих реалиях... Ну, представляю, как я, допустим, работал на прошлых работах, я понимал, что у меня просто на это время не катастрофически не хватает этого. Это нереально совместить работу и съемки. Поэтому, опять же, я сделал, собственно, этот самый выбор. И так, на обед у нас манты самолепленные, салатик, острый турецкий перец, очень острый, отлично подойдет к ним. И у нас есть сметана, чай. Все это дело. И серия странника Артура. Именно та серия, в которой он размотался на скутере по дороге в Бангкок. Приятного аппетита! Осталось буквально, я не знаю, километров 50, и я буду в Бангкоке. Я уже понимаю, какой там примерно транс... Так, что здесь происходит? Это FaceRig, если кто не знал. Это Webka. Собственно, вот он я. Сейчас, пока есть небольшое время, сыграем во Flash игры. Это у нас Amateur Surgeon. И, как мне подсказал переводчик, это хирург-любитель. Сейчас кого-то покрошим. Сейчас из тебя вермишель будет нахуй. Ладно, погнали писать. Потому что у меня еще тут чаека. А после чаеки, после чаеки, скорее всего, еще одна отправка за сегодня. Так что надо поторопиться. Сейчас быстренько запишем и отправлять едем. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. 20 минут後. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...